В элитном раунде чемпионата Европы примут участие 24 сборные. Финал состоится летом. В Сочи же на мини-турнир прибыло около 180 участников. Это девушки до 17 лет, которых сегодня называют талантливым поколением футболисток. Доказательство тому и этот чемпионат Европы. Спортсменки здесь демонстрируют не только мастерство, но и тактику, которую, правда, не всегда понимают футболисты-мужчины. У девушек свое нестандартное мышление, и именно оно помогает им решать поставленные перед ними задачи. Итог сегодняшнего матча Испании и Румынии, который, кстати, можно было наблюдать в интернете в режиме онлайн, в принципе, был ожидаем. Испанки здесь сильнейшие спортсменки, и с этим никто не спорит. Счет на табло менялся буквально на глазах. В итоге в ворота румынцев забито 5 голов. За 8 минут нам забили 4 мяча. Конечно, мы деморализованы, но с другой стороны рады, что сегодня команда сыграла лучше, чем в прошлый раз в Бельгии. Результат мог быть и лучше с большим количеством голов, но игра в любом случае хорошая, и мы готовы к следующему матчу. Каждое очко, каждый забитый гол на этом мини-турнире играет огромную роль, ведь финальную часть элитного раунда чемпионата Европы среди женских сборных команды 17 лет попадают не только победители шести групп, но и одна лучшая команда из числа финишировавших вторыми. Каждая из команд настроена только на победу и избавлять обороты здесь никто не собирается. Что же касается российских футболисток, то свой первый матч они провели с командой Испании. Итоговый счет 3-0 в пользу испанских юниорок, кстати, двукратных чемпионок Европы. Но, как отмечают тренеры, наши девушки, которых здесь называют опасными футболистками, не вешают нос и тщательно готовятся к следующим матчам, в которых России будут противостоять Бельгия и Румыния.